Это моя любимая рыбка Тоби. Сегодня я поменяю их сознание местами. Все готовы, Тоби. Ты готов? Начали! Посмотрим, как все прошло. Арнольд, если это ты, булькни три раза. Помаши плавником. Покрутись вокруг себя. Сделай сальто назад. Да, теперь я понял, это точно ты. Тоби, плохой мальчик, плохой. Поставь аквариум на... Упс. Арнольд, задержи дыхание. Ты умрешь, как только затянешь с жабрами желудочный сок. У нас есть 7 секунд, чтобы откачать всю кислоту из желудка, пока ты движешься по пищеводу. Ты что, отключился? Прям как настоящее пиранье. С талей они за 10 минут могут распотрошить целую корову. Оставь пиранью одну. Она от малейшего шороха в обморок падает. Рыбе нужно много пресной воды, поэтому забьем ею все 4 литра желудка. На, подкрепись. Любимое лакомство Тоби. Только с зубами аккуратнее. Укус пираньи сильнее, чем у любого другого существа на Земле, включая динозавров. Не хватало, чтобы ты еще желудок продырявил. У меня есть план. Тоби, открой рот и попытайся вытолкать Арнольда наружу. Арнольд, а ты плыви к выходу. Давайте, ребята, синхронно. Арнольд, ты, кажется, выходы перепутал. Выключай свой Google Maps и ползи. Тоби, тушься. В сухую тебе не пробраться. Вы не видели, куда я положил свою пятилитровую клизму? Вот она. Так-то лучше. Плыть тебе недолго. Метра четыре. Господи, что ты только не пихал в свой рот? Я тамагочи еще с девяностых не видел. Вода уже почти закончилась. Греби на свет. Арнольд, не советую с ними конфликтовать. Кто знает, что у них на уме. Мухи, как ни странно, могут навредить человеку. А самые опасные виды живут в Южной и Центральной Америке, а также в Африке. Например, такие, как Ботфлай, которые размножаются личинками внутри животных. Хорстомат Ботфлай – муха, пожирающая лошадей. Проникнув в животное, личинки начинают вить гнезда прямо в желудке и кишечнике. А Щип-Ноуз Ботфлай – муха, откладывающая личинки в овцах, которые вскоре развиваются и сжирают все органы, которые попадаются им на пути. Но нет ничего более ужасного, чем Ларва Мэн Ботфлай – личинка, пожирающая человека. Эта особь предпочитает только человеческое мясо и особенно любит посмаковать плотью и, конечно же, мозгами. Чаще всего личинки попадают в организм через пищу и открытые раны. Но также могут по-тихому пробраться через рот, глаза и уши. А представь, что таких личинок в тебе может быть десятки тысяч. Думаю, им хватит 2-3 дня, чтобы съесть тебя изнутри. Есть два способа, как можно выжить без применения специальных препаратов. Первый – укрыть зону поражения свежим беконом. Тогда личинки выползут на его запах. Второй – покрыть место проникновения толстым слоем вазелина. При недостатке кислорода личинки будут выбираться наружу, застрянут и задохнутся. Сработало! Арни, ты все-таки жив! Правда, выглядишь теперь как голландский сыр. Мечтаешь стать человеком-пауком? Только не говори, что хочешь дать пауку укусить тебя. Это же черная вдова. Яд этого сантиметрового паучка в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Хорошо, что первая на человека она не нападает. Ты что, проглотил паука? Путь до желудка по пищеводу напоминает отвесную водную горку с бассейном соляной кислоты в конце. Она легко обезвредит паучий яд. И если бы ты запил паука водой, то он бы достиг желудка за 2 секунды. Но без жидкости он падал 9 секунд и успел тебя укусить. Так что, приготовься! Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латродоксин. При укусе он прикрепляется к рецепторам нервных клеток и вызывает туда приток кальция. Из-за этого выделяются гормоны, вызывающие судороги и паралич. Арнольд, ты же хотел суперсилу? Теперь твой пресс не пробить и кувалдой. А как насчет 4-х часовой эрекции? Или глаз, которые вылазят из глазниц на 3 сантиметра? По-моему, ты скорее похож на суперзлодея. Что, Арни, зря ты съел именно этого паука? Воспользуемся начавшимися галлюцинациями и посмотрим другие варианты. Вот Арнольд, которого укусил шестиглазый песчаный паук. Его яд вызывает внутреннее кровотечение и некроз ткани. Противоядия не существует. А вот жертва укуса самого ядовитого паука, согласно книге рекордов Гиннеса. Бразильского странствующего паука. Его укус в большинстве случаев приводит к остановке сердца. Но вернемся в нашу реальность. К счастью, только 5% взрослых умирают от яда черной вдовы. После 12-48 часов жутких мучений действие яда прекращается. Доедай свою буррито и погнали в гараж. Покажу свое новое устройство по уменьшению людей. Ой, уронил буррито. Арнольд, ты серьезно будешь это есть? Ладно, правило 5 секунд гласит, что лежало на полу не больше 5 секунд можно есть. Но я бы не стал. Арнольд, что с тобой? У тебя болит в области живота? Это прекрасная возможность протестировать мой ресайзер и посмотреть изнутри, что там у тебя болит. Надевай шлем. Я подключу твое сознание к твоей нано-копии и погружу тебя в твое тело. Но сначала снимай трусы. Чего вылупился? Это самый быстрый способ добраться к месту назначения. Погнали! Ты съел буррито с яйцами умных паразитов. Арнольд, ты только посмотри. Они построили внутри тебя целый мегаполис. Даже зоопарк построили. Пойдем в зоопарк. Сегодня понедельник. Скидка 50%. Бог ты мой, это зоопарк патогенных вирусов и бактерий. Я восхищен твоими жителями. Испанский грипп, чума, эбола, туберкулез, свиной и птичий грипп, тиф, оспа и куча других редких патогенов в одном месте. Смотри, тут даже есть мой любимый малоизученный бароновирус. Еще он известен как болезнь грустных лошадей. Им болеют в основном лошади, овцы, коровы, кролики и много других животных. Арнольд, я бы не стал совать в клетку пальцы. Есть подозрение, что им могут заразиться люди и вызвать шизофрению. К сожалению, живот болит у тебя от паразитов. Смотри, они строят хайвей в твоем кишечнике, аквапарк в мочевом пузыре, и даже пытаются добывать полезные ископаемые из твоей печени. Если они построят дата-центр у тебя в голове, ты, скорее всего, сдохнешь. Голова-то у тебя маленькая. Нужно придумать, как их изгнать из твоего тела. Чем быстрее, тем лучше. Если открыть все клетки зоопарка Пандоры, скорее всего, это поможет тебе изгнать глистов. Давай, Арнольд, смелее. Лучше от Эболы покашлять пару дней, чем жить с этими червями. Изведав кухни Азии и Европы, он вернулся домой, чтобы попробовать кое-что действительно экзотическое. Пристраивай свою жопу и выбирай, что будешь есть первым. Давай, Арнольд. Эники-беники ели вареники. Один укус детеныша-кобры убивает трехтонного слона. Воздуха в желудке практически нет, но змей при нырянии могут задерживать дыхание до 10 часов. Желудочный сок переварит ее внутренности за полтора-два часа, как курицу. Все, что останется, выйдет через задний проход. Смотри, это яд! Если он не попадает напрямую в кровь, то повредить тебе не сможет. Что за хрень? Попав в язву или порез, яд начинает действовать незамедлительно. Паралич. Судороги. И через 15 минут тебя нет. Если не уколоть противоядие. Кто выпустил лягушку? Один грамм яда ужасного листолаза может уничтожить город в 15 тысяч жителей. Стоит маленькому животному ступить на след лягушки, токсин моментально его убьет. Яду достаточно случайного прикосновения кожей. И бам! Ты труп. Лягушка вырубится через 30 секунд после попадания в желудок. А тебя ждут 10 минут мучительной смерти. Можешь не искать. Противоядие к нему не существует. А если к яду листолаза добавить яд скорпиона, то его токсичность усилится в 12 раз. У тебя есть последнее желание? Хочешь, чтобы зрители поставили лайк и подписались на канал? Испепеляешь муравьев, Арнольд? Чувствуешь себя богом. Ты недооценил противника. Какая ирония. Охотник стал дичью. Арнольд поздравляет и оказался в центре самой грандиозной войны. По масштабам больше, чем все войны человечества вместе взятые. В ней участвуют 10 квадриллионов муравьев. Знаешь такую цифру? А какую знаешь? Ясно. Посмотри, муравьи готовятся к битве. Если бы муравьи стали размером с людей, то у человечества не было бы ни единого шанса. Ведь даже рядовой муравей смог бы поднять 16-этажный дом и бежать с ним со скоростью 55 километров в час. А вот и гости. Беги! Ох, Арнольд, координация в пространстве никогда не была твоей сильной стороной. Хотя, посмотри, ты заставил их бегать по кругу и навел главаря на собственный феромонный след. Если у муравьев такое случается, ты создал муравьеворот. Арнольд, вожак будет водить свою армию по кругу, пока они все не умрут от истощения. Ты герой для этих парней, Арнольд. Они хотят представить тебя королеве матки. Но что это? О, ты попал на дележку власти. Иногда в муравейнике появляется вторая матка. И тогда обе матки проводят между собой поединок, решая, кому достанется власть. Настоящая демократия. А затем большинство уничтожает меньшинство. Беру слова про демократию назад. Берегись! Арнольд, ты настоящий счастливчик. Тебе удалось пережить даже государственный переворот. Ну что это? Ты пропитался запахом трупов, и теперь муравьям кажется, что ты тоже умер. Поэтому они похоронят тебя заживо. Давайте пожелаем новым друзьям Арнольда приятного аппетита и познакомимся с ними. Итак, оборотней называют ликантропами. Словом, пришедшим из античной Греции. Автором термина является историк Геродот, который две с половиной тысячи лет назад в описании Скифии упоминал о людях, способных мгновенно превращаться в волков. А вот что касается вампиров, то в словаре Оксфорда слово «вампир» впервые появляется в 1734 году. Арнольд, ты жив! Как я рад! Но что у тебя на шее? Не может быть! Первый человек, которого одновременно укусили и вампир, и оборотень. Мне уже интересно, как ты будешь теперь выглядеть? Пока ты ищешь идеальную форму, расскажу один занятный факт. В 1999 году 907 американцев оформили страховой полис против самих себя на случай, если они вдруг полнолуние превратятся в оборотней. Арнольд так тебя быстро раскроют. Нужно выбрать вид нечисти менее броский. Тем более еще в средневековые времена рыжие считались вампирами. О, Фрэнки уже добавляет тебя в друзья. Это приятно. Он тоже собран непонятно из чего. Мы знаем про вражду вампиров и оборотней. Я никогда бы не подумал, что увижу эту хрень в одном теле. О, ты проголодался. Теперь тебе нужно есть за двоих. Отправляйся на поиски жертвы. Идеальная жертва. Бонапитти. Арнольд, а ты где? А как ты хотел? Против природы не попрешь. Не забудь только убрать за своим песиком. Тоже мне кровопиться. С такими успехами можешь вообще переходить на веганство. О, забыл тебя предупредить на двойное существо и двойная охота. Теперь надо оставить свою вражду, так как у вас теперь общие враги. Молитва тебе уже не поможет. И, конечно, чеснок для тебя смертельно опасен, глупец. Ты не первый, кто страдает от такой охоты. В 16 веке французский парламент принял закон об истреблении перевертышей. В результате с 1520 по 1630 годы в стране по обвинению в оборотничестве было уничтожено более 30 тысяч человек. Арнольд, где же ты теперь будешь жить? Похоже, в лесу. Ну, я даже не переживаю. Ты ведь наверняка знаешь, что нужно напихать листья под футболку, отфильтровать воду и... Нет! Не ешь тут ничего! Так, пока ты еще недалеко зашел, прислушайся по сторонам. Шум трактора слышно за 3-4 километра. Лай собаки за 2-3 километра. Идущий поезд за 10 километров. Песни BTS слышно всегда. Ох, кто там, Арнольд? Ого, ты только глянь! Этот малыш тоже заблудился, как и ты. Ведь толстые лори обитают преимущественно в тропических лесах. Даже не вздумай его гладить! Лори слизывают свои локтевые суставы, которые выделяют опасный яд, поэтому их укус может быть смертельным. Тебе стоит держаться дальше звериных троп, и если удастся выйти к ручью, это будет только плюс. Тут можно раздобыть еды, выловив рыбу. Да, таким способом ты и до ночи не справишься. Как видишь, я был прав. Ночь – самое опасное время в лесу. Предлагаю тебе переночевать тут на дереве. Да, некомфортно, но зато безопасно. Утром тебе нужно выйти на поляну, чтобы быть заметным для спасателей. Найти человека в лесу – это настоящая спецоперация, в которой задействованы спасатели, добровольцы и военные. Местность делят на квадраты и тщательно прочёсывают их. Но бывали случаи, что потерявшийся человек, сам того не зная, искал себя. Он выбрался из леса, никому не сообщил это и присоединился к поискам самого же себя. Тебя заметят с воздуха, если развести огонь и накидать туда свежие листвы, чтобы шёл густой дым. Упс, тебя нашли не спасатели, а местный егерь за твои костры в лесу. О нет, Арнольд, только не говори, что ты собираешься выпить из этого озера. Но не переживай, пиявка, попавшая в кишечник, не успеет навредить тебе. Она быстро растворится в желудке. Но у тебя внутри не одна пиявка. И ты теперь стал лицом социальной программы «Доступное жильё для пиявок». В мире более 500 видов пиявок. Но полезными из них считаются только три. Понадобится 10 минут. 335 пиявок, чтобы высосать из тебя всю кровь. А у тебя их тысяча. На счету каждая секунда. Теперь, чтобы избавиться от пиявок, нужно помыть организм солёной водой. Прости, другой бутылки у меня не было. Выпить воду из того озера – плохая идея, Арнольд. Даже пиявка по сравнению с тобой намного умнее. Её нейроны использовали для биологического компьютера «Личулятор». Он может складывать простые числа, а ты нет. Но не спишь и радоваться, Арнольд. Мне кажется, ты привлёк внимание очень опасных ребят. Понимаю, в это сложно поверить, но лучше не двигайся, Арнольд. Дай пчёлам тебя покусать. Пчелиный яд – это круто. В его составе есть много полезных веществ, которые способны победить даже смертельные болезни. Но в твоём случае ты скорее погибнешь не от укуса тысячи пчёл, а от теплового удара. Пчёлы, покрыв твоё тело, нагреют его до 47 градусов Цельсия. Арнольд, а ты хорош. Действительно, электромагнитные волны от мобильного телефона способны вывести пчелу из строя. Пчела – это навигационная система с кучей датчиков, как в самолёте. Надо торопиться, Арнольд. Тебе срочно нужна помощь. Видимо, поэтому при полёте просят выключить мобильные телефоны. А если поместить в улей мобильный телефон, работающий на частоте 900 МГц, то все пчёлы покинут его в течение 10 минут и больше не вернутся. Итак, победителем в битве пчёл против пиявок становится… Никто. Это ничья. В номинации «Слабоумие и отвага» побеждает Арнольд. Матерь божья, это динозавр! О, Арнольд, ты меня напугал. Я вижу, ты решил посетить палеонтологический музей. А тут круто. Даже Орочимаро из Наруто здесь. Я слышал, он владеет техникой воскрешения. Что? О, нет! Неужели он решил применить её на динозавр? Бегите, глупцы! Динозавры очень опасны. Будь то травоядные, плотоядные или динозавры-радикалы. Они безумно злы, ведь не ели уже 66 миллионов лет. К тому же динозавры могут стать ещё злее, если увидят, что стало с их потомками в ходе эволюции. Мировые лидеры объявляют военное положение. Увы, в науке мало что известно о поведении динозавров. Лучшим решением будет пригласить специалиста по бешеным индяйкам. В атаку! Динозавры царствовали на Земле в течение 160 миллионов лет. Но падение метеориты изменило ход эволюции и позволило развиться нашим предкам, млекопитающим. Теперь победят сильнейшие. Но что происходит? Кажется, я понял. За 66 миллионов лет климат на Земле стал холоднее, а количество углекислого газа в атмосфере изменилось. Похоже, динозавры не могут тут жить и снова вымрут. Что же делать? В теории мы можем построить парк Юрского периода. Мы будем кормить их и искусственно поддерживать климат. Это место может стать самым прибыльным в мире. А также будет мировым поставщиком яиц и навоза. Но, увы, обычный динозавр в день съедает тонну травы или более 100 килограммов мяса. Скорее всего, динозавры съедят всю фауну парка, а после начнут есть друг друга. Пока снова не вымрут. Похоже, все-таки динозавры не смогут жить в наше время. Хочешь их спасти? Единственный шанс — отправить динозавров в прошлое. В идеальный для них мир. Время прощаться, Арни. Ты же знаешь, там им будет лучше. Не шевелись. Кажется, это Тайпан Макоя. Это самая ядовитая сухопутная змея на Земле. Тупица — яд Тайпана в 180 раз токсичнее яда коброй. Капли размером с булавочную головку можно убить тысячу мышей. А 44 миллиграмма яда, которые змея выпрыскивает за один укус, могут убить 100 таких Арнольдов. Бежать бесполезно. Тайпан не уползает после первого укуса, как остальные змеи, а продолжает серию молниеносных сверхточных атак, чтобы добить жертву. Эти 13-миллиметровые зубы впрыснули в твою кровь мощный гемотоксин, препятствующий свертыванию крови, что приводит к внутреннему кровотечению. Ты перестаешь контролировать свое тело. Конечности не слушаются, затрудняются дыхание, начинаются судороги. О, не переживай, Арнольд. Это не кровь. Это моча. Твои мышечные клетки начинают в буквальном смысле растворяться и выходить через почки. От этого моча становится красной. Если в течение 30 минут не принять антидот, то в последующие 8 часов твоей никчемной жизни адская боль, которую ты будешь испытывать перед смертью, заставит умолять пристрелить тебя быстрее. Какие планы на сегодня? Видимо, планы на сегодня не сдохнуть. Страшно. Но что, если это все выдумка? И Кинг-Конг с Годзиллой не смогли бы выжить на Земле? Все просто. Смотри. Самый большой в мире человек Роберт Першин Уодлоу. Его рост был 2 метра 72 сантиметра. И прожил он всего 22 года. Это болезнь, которая называется гигантизм. При болезни мозг выделяет чрезмерное количество гормона роста. Поэтому в процессе эволюции человека выработалась норма роста и веса. Отклонения уже считаются заболеваниями. Одно из самых больших нагрузок испытывает сердце, которое должно циркулировать вместо 5 литров 15 литров крови. И часто оно не выдерживает такую динамику. Но что насчет того, что на Земле уже есть гиганты? И это киты. Тут все можно объяснить. Плотность воды выше, чем плотность воздуха. И практически равна человеческой. Поэтому мы можем оставаться на поверхности соленой воды. Это значит, что сама среда обитания поддерживает вес живых существ. Пример киты, предки которых 50 миллионов лет назад выглядели как собака с копытцами. Годзилла и Кинг-Конг не смогли бы существовать на Земле. И все из-за гравитации. Но что, если отключить гравитацию, чтобы с научной точки зрения допустить этот факт существования Годзиллы и Кинг-Конга? Все вокруг, что не закреплено, взлетело бы в космос. Тем, кто будет на открытом месте, не повезет. И он летит в космос. А вот тот, кто окажется в помещении, еще сможет прожить некоторое время. Пока дома со временем не взлетят вверх. Ну а финальной точкой будет то, что наша планета и вовсе рассыпается.